Дорогие друзья, всем огромнейшие приветики! Буквально мы с вами уже выезжаем на съемки влога. Но до этого небольшая лирическая история. Когда-то, давным-давно в детстве, у меня было полным-полно веснушек. А сейчас я стала обладательницей самых прекрасных пигментных пятен на свете. Что будем с этим делать? Пользоваться особенным уходом. Например, вот этой сывороткой Виши Лифт Актив Специалист Б3. В составе сыворотки 5% ниацинамид. Именно этот активный ингредиент помогает сокращать видимость пигментных пятен. Гипоаллергенная формула не содержит красителей, одушек и спирта. И подойдет даже чувствительной коже. Помимо сыворотки, важно не забывать про дневной и ночной крем для дополнительного ухода за кожей. И про солнцезащитные средства для предотвращения новой пигментации. И вуаля! Тон становится более ровным. Текстура кожи улучшается, а морщинки и пигментные пятна сокращаются. Все подробности о новинках Виши ищите по ссылке в описании. Ну а мы с вами на съемке. Когда-то давно у меня было полным-полно веснушек. Дорогие друзья, еще раз всем огромнейшие приветики. Меня зовут Марьяна, и вы на моем YouTube-канале. Миша, я так за тебя боюсь. Миша идет по ступенькам вниз. Что я говорила? А, дорогие друзья, еще раз всем огромнейшие приветики. Меня зовут Марьяна. Вы на моем YouTube-канале про моды, стили, шоппинг, шмоточки и рум-туры. И мы сегодня с вами находимся в районе Цветного бульвара, где мне очень нравится гулять в хорошую погоду. Но мы с вами затягивать не будем. И пойдем с вами гулять. Пошел рум у бренда DayZenit. Итак, бренд DayZenit. Родом из Томска. Производство в Томске. И что меня сюда привело? Во-первых, когда я опрашивала девчонок про бренды наши российские, куда бы мне пойти и где вам нравится качество, одним из лидеров были именно DayZenit. Для меня это было удивительно, потому что я несколько раз сотрудничала с брендом и не была уверена, что о нем широко знают. Оказывается, знают. И мы с вами прогуляемся сейчас по залу, как обычно, и потом пустимся в примерку. Что мне нравится в бренде? Во-первых, на меня идеально садятся платья. У бренда хорошие костюмы. База такая, знаете, можно найти прям классику, но есть и нечто такое с чудинкой. Вот, например, я сейчас вижу хлопковую капсулу. Здесь из одной ткани. Есть два вида жакетов. Вот такой однобортный. И нечто в круизном морском стиле. А вот низов много. И брюки. Классические прямые со стрелкой. Мини. И шорты бермуды. Здесь классно на одном рейле представлены и цвет Верри Перри, и лаванда, потому что они отлично сочетаются с зеленым, с таким травянистым. И, как вы можете заметить, разбавить это все можно либо белым, либо классическим цветом денима. Вот мне еще очень понравился тренч. Посмотри, он такой очень классный по фактуре. И приятный, знаете, такой не шуршулька, а именно можно носить как накидку, я не знаю, как уютный кардиган. И здесь еще довольно приятная подкладка. Так, здесь у нас лен. И вот мы видим, первое, на что я обратила внимание, и что мне сейчас очень нравится, это такое летнее пальто-халат льняное, которое можно накинуть поверх и простого базового лаконичного платья из какого-нибудь, например, шелка, вискозы. И также носить с джинсами, и просто с обычной белой майкой. Или вот, например, кстати, с джемпером. Здесь у нас джемперочки. Такие очень приятные и легкие. Давайте посмотрим, что здесь в составе. Так, это стопроцентный лен. Я, кстати, никогда не носила трикотажку из льна. Чуть-чуть просвечивает, то есть чуть аккуратнее надо быть с бельем. Но мне кажется, трикотаж из льна должен быть очень приятный. Даже, наверное, поприятнее хлопка. Так, базовые футболки, майка Пола. Я что-то не прошла по тому рейлу, но я думаю, что здесь у нас рубашки, топы, тоже льняные платья. Вот это, кстати, уже мы прямиком можем отнести к сафари и носить с плетеными сандалиями, с казаками, возможно, с какой-то шляпой. И также подобрать крупные, например, браслеты на руку, такое под дерево или какое-нибудь кожаное плетение. Так, здесь у нас тоже костюмы. Давай посмотрим, какой здесь состав. Хлопок Леон. К этому костюму в качестве низа идут бермуды с отворотами. И вот есть еще брюки. Интересно, как они будут по цвету? Кстати, красиво, да? Такой более, возможно, даже офисный вариант или наоборот какой-нибудь коктейльный вечерний, потому что брюки чуть с сатиновым отблеском. И вот платье. Причем, может быть, как городским летом, так и куда-то в отпускную капсулу с плетеной большой сумкой или шляпой. И также сандалии, может быть, даже какие-то греческие или эспадрильи. Так, здесь у нас еще висят рубашки, с которыми я хорошо знакома. У них в составе бамбук. Это офигенно комфортный материал для тела. Вот это более такая шелковистая, мягкая. А вот здесь другое кручение. Она чуть поплотнее, больше похожа на хлопковую. Эта рубашка больше похожа на блузу за счет своей такой пластичности. Но это как классика, такая накрахмаленная белая рубашка, которая классно будет смотреться с галстуком. Так, здесь у нас как будто ребенок расписал эту ткань мазками. Ну или я, вы недавно видели, что я тоже рисую. Вот здесь ребенок нарисовал лучше, чем рисую я. Ой, посмотри, какое чайное платье. Вот мне кажется, что кому-то даже такое подойдет для выпускного с какими-то туфельками Мэри Джейн, например, с бисерной сумочкой, возможно, с кисточкой, значит, сумочка-мешочек вечерняя. Вот такие подобные платья называются чайными. И аксессуары здорово к ним подбирать, тоже какие-то чуть подретренные. Мы идем с вами дальше. Я вот вижу здесь укороченные блузы. Причем буквально недавно меня спрашивали, где такую взять. Укороченная блуза с длинным рукавом на резинке. И не классическая рубашка, как я вам уже показывала много раз, классическая, кропнутая, а именно блуза. Здесь есть они в белом, в голубом и вот в таком зеленом цвете. Например, даже не знаю, мне кажется, по оттенкам не очень хорошо сочетаются. Но если добить этот комплект, вот, кстати, добавить что-нибудь, видно вот это оранжевое платье, коралловое платье на фоне? Если добавить сюда еще какой-то яркий оттенок, может, получится неплохо. О, посмотри. Вот это я точно возьму с собой в примерочную. Это платье, я не знаю, платье-рубашка с вырезом, с вырезом, с разрезом, с разрезом на талии. Я такое люблю. И такая ткань кажется, что такая неприхотливая, вот эта сжатая и не мнется. И, мне кажется, очень удобно в носке. Да, не мнется. А вот, смотри, последнее, что я вам покажу, это платье такое же, как зеленое, есть еще в синем цвете. И вот еще платье, тоже городское лето. Я бы взяла какую-нибудь сумку-авоську или сумку-холщовую с бахромой, сандалии на плоском ходу или, может быть, какие-то босоножки минималистичные, может, даже вьетнамки и какую-нибудь легкую, такую тоненькую цепочку в золотом цвете на шею. Пойдемте собирать образы и встретимся с вами в примерочной. Не помню, рассказывала ли я вам, что в этом сезоне особенная моя любовь это самые простые, лаконичные вещи, но чуть, знаете, собранные по фактурам и иногда даже по контрастным цветам. Тут на мне просто максимальный минимализм. Это пальто летнее льняное выглядит как будто, знаете, такой холщовый мешочек, но внутри платье комбинации из вискозы с таким сатиновым отблеском. И вот как раз эти две ткани почему-то для меня создают какое-то ощущение прям люкса и роскоши. В напарнике я взяла еще большой холщовый мешок и у меня такой, знаете, аскетичный лук, но выглядит на миллион. Ну и мои рыбацкие сандалии, про которые я опять вдруг вспомнила, думаю, ну погода у нас уже тут намечается и они сюда как раз идеально вписались. Сюда не хочется никаких лодочек на каблуке, не хочется никаких даже, сейчас уберем мою моносерьгу, каких-то массивных украшений. Вот здесь, кстати, я бы сюда наделала сет из серебряных колец. Прямо сейчас импровизируем. Сейчас. Вот что-то такое. Ну, кстати, ладно, даже чергу мою оставим. Также хочу показать вам платье с таким деликатным каталтом. Мне очень нравится, что здесь полный рукав, такие широкие манжеты, которые при желании вы можете отвернуть. И очень хорошо выполнен ворот, но круче всего сделана спинка. Ну и моя босоногий цвета папайи тоже сюда хорошо вписались. Супер элегантный летний комплект в лаванде. Неожиданно начала понимать, что очень даже она мне неплохо к лицу. На мне тренч и брюки-трансформеры. Точнее, это баска, которая выполнена из той же ткани, что и брюки. Кстати, из этой же ткани есть еще и жакет. И это тот самый нескучный офис, который многие ищут. Эту баску можно прикреплять как поверх жакета, так, как использовала я сейчас. Может быть, поверх рубашки. Рубашка на выпуск, удлиненная белая, накрахмаленная. Приталили себя этой баской. И отличный офисный вариант, потому что цвет не броский. Принт гусиная лапка не бесячий, не раздражающий глаз. Думаю, что босс в офисе простит вам такую игривую фривольность. Но у меня сегодня вариант не в офисе. У меня слишком много асимметрии. Тут и баска в одну сторону, и топ на одно плечо трикотажный. В офисе я не хожу, и могу себе позволить вот такой летний выход. Что еще хочу сказать про брюки. Для себя я выбрала размер S, и вы можете видеть, что, возможно, XS была бы лучше. Но выбирала я исключительно по длине. В варианте для жизни я бы купила размер XS, и отпустила бы подворот на брюках, для того, чтобы они стали длины по мне. А еще хочу обратить ваше внимание на длину кокетки. Она как раз в нужном месте заканчивается, и не создается иллюзий, как будто мои лопатки толкают этот тренч назад. А даже немножко сглаживают неровности моей осанки. Итак, на мне брюки палаца из вискозы, такие струящиеся. С некой интересной деталькой в виде дополнительного текстильного пояса, который при надобности отстегивается. Вы можете сюда добавить обычный кожаный ремень, плюс черное боди с кат-аутами. Мне каждый раз я говорю эти с кат-ауты. Это меня забавляет. С кат-аутами, с глухой горловиной круглой, и плетеная сумка-авоська. Мне кажется, получилось прям здорово. Хотела я эти брюки надеть с сандалиями фишерменок, которые принесла с собой, но они настолько элегантные, что даже вот лодочки сюда прям отлично вписались. Как вы помните, я всегда говорю, если у вас широкие брючины, очень хочется видеть мысок у обуви, то есть он не должен прятаться внутри и казаться, как будто вы парите над землей, только в брюках, и забыли обуться. Я думаю, вы не удивитесь моему выбору именно боди в комплект к этим брюкам, поскольку они такие очень деликатные, такие полупрозрачные. Нет, они не просвечивают, но я думаю, что если попытаться заправить в них хлопковую удлиненную рубашку, у вас не выйдет. Поэтому либо какой-то кроп к ним, либо боди. Вот мне кажется, что ничего не выделяется. На мне платье с юбкой парашют в модном нынче цвете Very Perry и с такой классной молнией, как будто бы, знаете, как на Олимпийке. И поэтому это платье обалденно будет смотреться, если вы добавите сюда какие-то околоспортивные аксессуары, например, кеды и бейсболку. И если вы застегнете молнию, а можно, кстати, даже и не застегивать, то попробуйте надеть каким-нибудь тоненьким лонгсливом. И у вас получится использовать это платье еще и как сарафан. Ну и в том числе, конечно же, в отпускную капсулу, да и вообще в городское лето оно идеально впишется. И рукам не жарко, и длина комфортная даже для... Это мой пунктик, ладно. Для сидения в общественных местах. Я люблю, когда ноги изолированы от стульев. Прекрасная находка. Юбка в одностороннюю складку. Обратите внимание, не плиссе. И принт как будто ретро-галстук. И здесь вообще весь образ получился ретро, но еще ее можно попробовать надеть с рубашкой и выбрать галстук ретро. Такой широкий, объемный, не селедочный, а именно широкий, как, например, на показе у Луи Виттон. И здесь поддержать вот эту ретро-эстетику было выбрано поло. Оно практически оттенок в оттенок совпадает с принтом на юбке. Ну и огромная авоська цвета сливочного масла. Я такая девочка из Советского Союза. Волгу мне. Ради этой блузы-жакета я даже решилась сегодня примерить мини, для того, чтобы показать вам, как он сидит и как он смотрится. Ну, основная фишка их две. Это пояс-жгут, который я завязала каким-то, знаешь, есть узлы морские, каким-то морским узлом. И рукава за счет очень такой, за счет хрустящей ткани держит форму. Я хочу сейчас подойти к зеркалу, посмотреть, точно ли держит форму. У меня такие крылышки. Здесь накладные карманы, которые, ну, не то, чтобы дают какой-то акцент на себя, но за счет цвета этот образ выглядит скорее круизным, чем сафари. Если бы зеленый был глуше, тогда, конечно, мы бы могли сюда добавить какие-то этнические аксессуары. А в данном случае хочется скорее что-то морское, возможно, какие-то босоноги на плетеной танкетке, шапочка морячка, мне, кстати, очень нравится, или какую-то панамку. Возможно, даже внутрь можно надеть тельняшку или топ-сетку. Сейчас я расстегну блузу-жакет, жакет все-таки, наверное, это, и покажу, как он смотрится в расстегнутом варианте. А заодно мы с вами еще посмотрим, как села юбка. Села она довольно хорошо. Мне нравится, что она такая, знаете, а, то есть чуть-чуть торчит, не вот такой мини, которая больше похожа на баску, а адекватной для моего роста, я не хочу говорить возраста, для моего роста длины. А девчонкам, которые предпочитают более классическую основу для своего гардероба, я бы предложила к этой юбке вот такой однобортный жакет. Но я бы еще примерила бы и с этой блузой. Ну ладно, сегодня мы уже остановимся и бежим с вами далее. А мы уже переместились на пресню, приехали в шоурум бренда Sol, возможно, кому-то знаком этот бренд, а кому-то хозяйка и дизайнер этого бренда, мы у нее снимали рум-тур и, возможно, вы его даже посмотрели. так что я приглашаю вас на обзор. Что я хочу самое важное сказать. Оля, наверное, один из немногих моих знакомых дизайнеров, кто упарывается за качество. я не знаю, просто сказала вам это. Я редко такое говорю, я редко хвалю качество. я уже смотрю на леопардовую косынку, смотри, видно ее? Привет, мой друг. Пусти нас к себе. Наконец. Сейчас я тебя обниму, сейчас Миша только плачу. Миша, привет. Сколько лет, сколько зим? Проходите. Пару месяцев. Я уже вижу косынку, которая у меня есть, только чуть в другом колор-блоке. Да, я почему-то посчитала, что тебе надо немножко поярче. Косынка, да. Косынка, да. Она на входе, и, собственно, с этого начиналась история бренда. Ты помнишь, были чуть-чуть другие косынки, наши классические, с ручной вышивкой. В этом сезоне это уже второй тираж трикотажных косынок, которые... А трикотаж вы тоже делаете в России? Да. Русское производство, и причем семеновская пряжа, мануфактура. То есть нитки тоже российские. И костюмчики туда. Костюмы, скажем так, такая базовая линейка, а да, это платье. Платье Валентинка. Это, знаешь, у меня примерно то же самое. Помнишь, такая ткань была, переливающаяся, укороченные жакетики были в тренде. И как раз в нулевых вот эти вот бюстье. Это, кстати, роскошный шелк, но вайп такой может быть. Ты понимаешь, что сейчас опять каждое мое слово тебе будет воспринято как дикая агрессия. Как после рум-тура. Нет. Я просто говорю о своих впечатлениях. Мы может быть когда мы вместе, мы друг друга очень давно знаем и у нас свой формат абсолютно Яша моя дорогая, любимая. Мы вообще на изи изи going. Слушай, расскажи, как вот здесь жакет и это вручную. Что мы делаем, когда раскраивается жакет, детали? Да. Я прям вижу, не хватает ниток стежков. Все, я рисую схему, мы отдаем, у нас есть девушка, которая вручную вышивает прям уже много лет, вот все косынки она всегда делает, наш постоянно такой сотрудник и собственно потом вручную наносятся эти стежки. Каждый стежок узелком закреплен к вопросу кто переживает, что это все может посыпаться. Нет, не посыпется даже если вдруг собачка погрызла или еще что-то мы всегда это восстановить можем. Гарантия пожизненно. Кстати, картина с последнего мастер-класса. Да, тут творческая студия. Слушай, грех не воспользоваться таким пространством, просто посмотрите, что здесь. Оно выглядит как лофтовое. Ну да, да. Минимальный дизайн, минимальный ремонт, все как мы любим, реалити-шоу. Так, тут, значит, рассказывай, у меня в какой-то веке есть возможность просто помолчать и послушать тебя. Я буду кивать. Давайте я буду такими отправными точками. Что такое соло? Соло-то всегда собственно про живопись, про творчество, про искусство. Мы печатаем ткани сами. То есть там, где мы видим рисунок, это значит, в какой-то день я села, нарисовала, напечатала на ткани. Да? Да. Все? То есть... Ну, вот где видно, что нестандартный вариант, да. например, вот здесь. Я, конечно. Да? Да, поэтому я подумала, что, может быть, твои картины тоже со временем можно будет на ткань перенести. Бог с тобой. Абсолютно. Я очень люблю как бы принести в жизнь то, что еще никто не произвел. То есть это сразу можно формат коллекционирования, но это не коллекционирование вещей, которые ты не можешь надеть, они у тебя висят в гардеробе, ты боишься их надеть. Это очень практичная в носке вещь, но при этом уникальная. Это ручная работа. Обалдеть, как классно. Это тоже у нас есть сотрудница, которая мастерит ручками-ручками, она без швов. Это техника вяленая какое-то. Валяние, да, но... Вяленая комбаса звали. Прости. Делается четко по эскизу, предусмотрены все дырочки, все стежки, сочетание ниток, то есть она свалена, свялена по конкретной задумке. Это все-таки писос, штучные вещи, которые не подлежат повторению. А это предусматривается у тебя просто это висит рядом как-то вместе? Ну, нет, честно говоря. Ну, могло бы быть. Ну, могло бы быть. Тут стилисты иногда такие сюрпризы преподносят, когда придумываешь, видишь вещь так, а потом приходят стилисты, все надевают иначе, и я так серьезно сегодня. Можно было? Может, у меня так все не получится? Да, посмотрим. Я в этом сезоне первый раз у тебя в шоуруме, поэтому ты рассказываешь, а я тут все прощупываю, просматриваю, подглядываю. Есть, скажем так, понятные, спокойные вещи. Вот, например, такие. Да. Есть что-то, что нельзя встретить нигде больше. То есть я прям могу смело это заявлять. Я стараюсь сильно не смотреть ни на кого другого, чтобы оставаться в своем ключе и когда хочется чего-то этакого, то вот велком к нам в шоурум. А расскажи, какая у тебя самая любимая вещь в этом сезоне в коллекции? Вот прям любовь не могу. Она еще здесь есть? Ну вот я бы вот это вот точно мой прям вот фаворит. Давай покажем, а то мы его так посмотрели, только рукав. Это плащ. И плащ. Я про практичность. Я люблю, когда вещь носится, когда она живет, когда она не висит в шкафу. И это стечение тех обстоятельств, которые позволяют тебе всегда быть не эпатажной, но яркой. То есть нет шанса, что тебя в этом тренче кто-то просмотрит. Но при этом тебе в нем максимально комфортно, ты не переживаешь, что он помнется, порвется, я не знаю, как-то тебя подведет, и он будет сочетаться со всем. Да, причем здесь такие цвета использованы в принте, когда ты можешь с чем угодно буквально сочетать. Хотя внутри в основе леопард, потому что сезон наш посвящен диким кошкам леопарду. Вот у нас здесь есть рейл. Да. Это такая полу-сафари какая-то такая у нас бежевая история. Вот чем отличается готовая ткань? Это трикотаж, джерси, который куплен в виде ткани. Это классика жанра, то есть такой классический леопард в сдержанных цветах. Это совсем не такой леопард, как рисую я. Ну, то есть это вот разница просто. А вот это суперудобно, я не знаю, можно ли это назвать кимоно на пляж. Боже, удобнее нет ничего. Абсолютно. А кто-то, кстати, может прикупить себе домой и просто использовать домашнюю одежду. Конечно, особенно если вот все-таки это дача условно, то с чашечкой кофе или просека гулять на веранде. Тол, подожди, а у тебя есть ростовки? У меня есть ростовки, дорогие мои девочки. Я не знала, кстати, я думала, ты все на свой рост. я еще, правда, тут на ступеньке. Мы прям сделали отважный шаг и в этом году запустили полноценную линейку пяти, пяти? Я называю пяти, да. Вот, вот, и тол. В общем, дело не только в том, что вещь становится короче или длиннее, мы делаем полностью лекала, где будут выточки, ширина проймы, уровень талии, на девочек повыше. Это в основной коллекции или вы это отшиваете под заказ? Нет, там, где эта ростовка необходима, например, в этом платье с посадкой по фигуре, то есть у тебя выточка должна быть в одном месте, у меня в другом. Мы их делаем аппетит и тол. То есть вот здесь я могу сказать, что вот аппетит и тол? Да. Круто. Да. И соответственно, там, где прям очевидно вот эта разница не важна, например, вот тут, совершенно все равно. Это в одном размере, ну как бы в одном росте. Следующий шаг это плос сайз. Есть. Осенью будет. Ждем. Очень хотим. Так, ладно, я тут про все приеду. В общем, это на высокий рост. А какой здесь состав? Здесь очень приятная ткань. Это лен с вискозой. Я всегда стараюсь обращать внимание на составы. Мне важно, чтобы, если мнется ткань, подразумевает, чтобы она мялась, чтобы она мялась эстетично красиво. Вот не предательски, когда ты прям не знаешь, что с этим делать. Поэтому мы всегда все тестим. Всегда я все ношу сама, смотрю, где что поправить и выбираю составы, чтобы все-таки в них можно было жить, а не надеть раз для фотки. Вот. Хорошо, что ты в этот момент на меня не посмотрела. Я не знаю. Так, ну что, я предлагаю нам с тобой собрать сейчас, не знаю, сколько у нас получится образов, и начать примерку. А то уже закатное тут у нас солнышко, пора, пора, пока силы есть. Да. Спасибо. Привет. Ой-ой-ой-ой. Боже, какая милота. Я хотела сказать, что рейл-то у нас собран, и мы отправляемся с мистером По примерочную. В общем, начала я сегодня с классики, не только с классики бренда сол, но и, наверное, это самый классический костюм, который вы увидите на мне сегодня. Костюм двойка, хотя с этой косынкой можно сказать, что на мне тройка. Это не сложнокроенный жакет, это поверх, я накинула косынку, которая, ну, как правило, обычно носится как головной убор или как шарф. сейчас выполняет функцию пелерины, которая заправлена под текстильный пояс и выполнена в той же ткани, что и костюм. Пояс съемный, я сейчас потихонечку начинаю раздеваться, снимаю пояс, прямой однобортный жакет и вот та самая косынка, в которой, опять же, небольшой флешбек, вы меня можете видеть на аватарке в ютубе. Сейчас я надену это на голову. Секунду. Это же косынка у меня, Оль, ну, похоже, да? Ну, лекало такое же. Подойду к зеркалу, ладно? Кстати, обратите внимание, что здесь? Это спички. Я, сейчас так все вокруг затихли, или я в ней ничего не слышу? Ну, в общем, подобная косынка, с них, Оля вам уже об этом рассказала, с них, собственно, бренд и начинался, и это классный аксессуар для того, чтобы, возможно, спасти пальто, которое вам уже надоело, наскучило, взять что-нибудь в подходящих комплементарных цветах, а еще и с такой шикарной вышивкой. Да и сидит, кстати, неплохо, так что попробуйте, вдруг вам тоже подойдет. и еще момент, обратите внимание на стрелки у брюк, вот что я люблю, когда эти стрелки прострочены, это сразу же облегчает уход и возможность не использовать утюг, а просто отпаиватель. Я, как обычно, первым делом, когда зашла в шоурум, мой глаз пошел на манекен, где висит пальто, ну, Оля меня поправит, если это не из жаккарда, с вот этой тюлью, эпалетом сбоку, и мне, конечно же, захотелось его примерить. Оно было приталено. Внесу дизайнерскую лепту, мало того, что его можно приталить, и пояс с нескольким уровнем, заодно мы можем понять, какая у тебя талия. Ой, нет, не сегодня. Эту тюль можно оставить заправленную, можно обратно выправить. Как тебе? Тебе больше нравится приталенный вариант? Я точно знаю, что многие предпочитают вариант сделать акцент на талию. По мне, мне нравится без пояса, чтобы оно было более расслабленное. Это отстегивается? Да, эту штучку тоже можно снять. Я вообще люблю такие трансформеры, вещи. Такой более эффектный вариант, я не знаю, для свидания, для похода в театр. А на каждый день даже, я не знаю, там, какой-то даже комфортной обувью без тюля. Я сказала, что это жаккард. Это жаккард. Жаккард сто процентов. Сто процентный жаккард. Ткань сто процентный жаккард. Что такое жаккард? Жаккард это переплетение нити и такое фактурное, объемное. Это вот он самый. Оно и само по себе эффектное, а с этой штукой так ты правильно сказала. Тебе вообще шикарно кажется, да. А еще, знаешь, с этим можно сменный придумать. Это всегда, кстати, можно как опцию попросить у нас. И я точно могу сделать розовый, серый, черный. Черный, кстати, такой более нейтральный тоже бы хорошо было. Ну вот. Шикарно. Я даже брюки не сменила. Брюки на мне от предыдущего образа, от костюма. Мне кажется, они сюда прям отлично вписываются. Ну и пальто. Смотрю на тебя. Подтвердишь ты мне или нет мои слова? Что они не только с джинсами, но и прекрасно... Ой, не только с брюками от костюма со стрелками, но и с крем-джинсами, со свитером. Здесь, кстати, ворот располагает к тому, чтобы надеть какой-то свитер крупной вязки и выправить это в сезон, когда это нужно. Ну а так у нас альтернатива. Сейчас у нас лето, летнее пальто получилось. Пойдем, нарядись меня дальше. Это один из самых красивых леопардов, которые я когда-либо видела. Здесь такое деликатное сочетание, но тем не менее в комплект сюда выбраны просто нюдовые, нейтральные лодочки ну и как бы нюдовая травка, джемпер, но сетка. Ой, там видно было? Я без белья, но было бы прекрасно сюда надеть какой-нибудь, как я обычно рекомендую, околоспортивный кроп-топ. Здесь травка-сетка. Я думаю, что многие из вас, особенно мои ровесницы, такое когда-то носили, а может быть даже вязали сами. И это очень классный тренд как раз вот этого сезона. Но она, по-моему, уже продана, и я чью-то клиентскую забрала в примерку. Костюм сам из льна, но в составе есть еще и хлопок. И фишка в том, что вот как раз этот микс не так сильно мнется, как обычный классический лен. И в помощь еще идет принт, на котором это не так будет очевидно. А, я сама забыла, что я в косынке. неожиданно. Мне даже немного странновато смотреть на себя в зеркало. Но вот я надела очки, и кажется, что и вот прекрасно. Зато тем, кто в городе и на пляже любит прикрывать голову, очень легкий вариант, резинка не давит. И я даже на какое-то время забыла о том, что на мне головной убор. Подъедь сюда поближе. Я хотела показать, что здесь крестик, который может показаться техническим. На самом деле это вот как дополнительная фишечка от дизайнера бренда. Да? Комплект, когда мне не хочется быть слишком голой, но в то же время хочется нарядности. Long sleeve, обрати внимание, здесь просто и какие-то... Надо Олю позвать, чтобы она рассказала, что здесь. И кружево, и какие-то отрезки, нашитые поверх кружева. И что самое классное, топ перекрывает пояс у брюк и не создается, знаете, вот лишнего объема и лишних складок в зоне талии. Он идеально перекрывает и еще даже создает какой-то, знаете, такой многослойный, сложный образ. Вот это не пугайтесь, это звук. Оля, хотела у тебя спросить, что здесь по ткани? Это креп вискоза, очень практичная в носке костюмная ткань, которая тоже практически не мнется, она очень комфортная в посадке. Хотела сказать про блузки. Всегда в коллекции делаю что-то нейтрально с кружевом, с каким-то интересным акцентом. Вот эти настройки рваные вручную шелковые ленты, это вот так вот все делалось, да? вот так все делалось, но согласись, они дают вот этот изюм, вот эту многослойность, игру фактур. А ты говоришь, ты из коллекции в коллекцию делаешь, это как раз как пододевательный топ? Да, пододевательный, просто самостоятельно живущий, помогающий вам объединить практически, ну вот, бывают, есть брюки, не знаю, что найти, какой верх, вот кружевная водолазка, бежевая, серая, синяя, я не знаю, вообще любая, она всегда поможет, пластилинчик такой, да, который соединит, и здесь корсет, он без косточек, да, без косточек, но сзади на китовом усе практически, ха-ха-ха, робтопы тоже очень люблю, кто стесняется носить на голое тело, хотя это очень эффектно, пожалуйста, всегда можем надеть как раз одну из тоненьких водолазок, которые у нас всегда есть, да, здесь два приема, либо ты вторым слоем наденешь, жакет, кардиган, джинсовку, что угодно, либо под, но под намного сложнее, поэтому если есть возможность, как минимум, взять с собой кроп-топ, в магазин и примерить что-то с ним, берите, если есть возможность купить сразу, берите, потому что вот такое сочетание создать сложнее, чем просто накинуть поверх жакет, да, все сто процентов, у меня какое-то настроение в этом образе, не знаю, а-ля Кейт Мосс, такой героиновый шик, тоненькое платье, комбинашка, с такой бюстье, тут прошиты как будто бы чашечки и поверх объемный, такой винтажный, но он не винтажный, но как будто бы подвинтажный жакет из натуральной кожи, это бренд Каше, он тоже представлен в шоуруме бренд Каше, который тоже представлен в шоуруме Сол, все, мне пора отдыхать, сюда почему-то еще просятся какие-нибудь колготки в мелкую сетку и папироска в руку. Вот как раз тот случай, когда мы вещь, например, из отпускной капсулы, как это гипюровое платье, которое вполне можно носить на купальник или на боди, и используем его ну, я бы, может, и повседневку, надев внутрь кроп-топ и черные брюки. Давай попробуем, если мы сделаем вечерний вариант, добавим необычный укороченный вельветовый ой, я видела, это болерошка. Ну, он не совсем болеров, все-таки пиджак, жакет, но укороченный. Пиджак или жакет? Ну-ка. Ну, как тебе удобнее, это тут я не Александру Васильеву не буду править тебя. Слушай, а как он хорошо прям под кроп-топ? Да. Длиной. Ну, что скажешь? Ну, мне кажется, вот мы добились нестандартного, так я бы могла бы выйти, может быть, не знаю, вместе с тобой на какую-нибудь премию, ну, на какое-то событие, не совсем такое банальное. А я бы, знаешь, что могла еще сюда предложить? Например, если бы мы убрали брюки, а надели бы черную юбку поверх этого платья, чтобы только по низу, например, выглядывало кружево. Эта история опять про многослойность, дает вариативность, гипюр это позволяет, разрезы тоже, поэтому включайте фантазию, либо можно обратиться к стилисту, к тебе, ты тут меня переодела, да, и миксовать, миксовать, прям создавать интересные образы. Слушай, а вот эти нитки, это вручную, да, все прошивает, классная идея? Абсолютно, мы прям кладем полотно, я расчерчиваю каждый стежок, обработку воротника, там можно на рукаве увидеть, и даже на спинке там будет красный крестик. Кстати, сегодня крестики уже показывали, вот здесь они тоже присутствуют. Тоже не технические? Не технические, вообще крестик, это же как, ну, ты всегда как бы защищен, ты даже об этом не знаешь, а мы уже за тебя постарались. Это что-то кабала? Да? Что-то такое? Пошли. Макси юбка в черном цвете, мой личный фаворит этого сезона. Я из нее не вылезаю и с кедами, и с каблуками, и на вечеринку, и на повседневку, и на дачу. И тут она в комплекте с сандалиями рыбацкими, с моим кроп-топом, и с экстра-ультра-укороченным свитшотом. Здесь еще что-то написано, но... Давай, 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 я прибегу и расскажу. Помнишь, у тебя были футболки, там были стихи Высоцкого, да, по-моему? Бродского. А, Бродского, видите. Ну, да. У меня две, а я не знаю, чьи там стихи. Прости, пожалуйста. Кстати, палочка-выручалочка, на самом деле, когда вдруг тебе надо где-то рассказать какое-нибудь стихотворение, ты всегда можешь подсмотреть, что у тебя написано. У тебя как-то у меня ни разу не пригодилось мне это. Ну, если что, буду знать. Тут я тебе обязана рассказать, друзья, некая история, откуда вообще появился мат на Руси. Здесь матерная? Там, да, послание, которое мы взяли, артефакт с бересты, и на самом деле мы этот вопрос изучали и думали, многие думают, что мат появился в русском языке после нашествия татаро-монгольского инга. Этот микро-мини-топ подтверждает обратное. Вот. А секреты все рассказывать не буду. Прочитайте. Сейчас мне на ушко расскажешь. И закончу я сегодня на одном из самых эффектных образов, на мой взгляд. На мне плащ с рукавами-буфами, который, между прочим, можно носить и как платье. Несмотря на то, что это, не знаю, плащевая ткань, она довольно, ну, к моему телу приятная. Можно получить вечернее платье, но у меня здесь спортивные брюки-джоггеры, кроп-топ и лодочки на каблуках. Причем к этим брюкам есть еще очень классная ветровка, и костюм также можно выгуливать на каблуках, а если вам уж куда-то хочется на плоском коду отправиться, то тогда белые кеды и все, и ты уже звезда. Пойдешь, попрощаешься вместе со мной. У нас с тобой отработано после рам-тура. Друзья, спасибо всем огромное, что посмотрели мой сегодняшний влог и в особенности нашу... Я ждала тебя. Да, я знаю, писала. Писала, ждала, звала. Сегодня это случилось. Я надеюсь, вам было интересно, вам понравилось. Тебе понравилось лук, который я собрала? Вот это? Ну, нет, мне понравились все, но вот этот просто, вот это вот мое, это соло, это прям 100% лайк. Поэтому я в нем и на нем и закончила. Хорошо. Всех целуем. Пока-пока.